Приветствую вас. Знаете, если вот грубо отвечать на ваш вопрос, то можно сказать, или, наверное, правильнее будет здесь употребить слово констатировать, здесь можно будет констатировать тот факт, напрямую практически констатировать тот факт, что для молодого человека его друг, лучший друг, важнее, чем вы. Элементарно, потому что с ним он больше времени проводил, он больше знаком, дольше знаком, он ему дороже, он ему ближе, он для него больше имеет значение, вот. И, соответственно, большая достаточно трагедия, очевидно, для молодого человека потеря своего лучшего друга. Тогда как вы, очевидно, воспринимаетесь мужчиной, ну, я бы не сказал, что прямо, знаете, вот как ненужное, неважное звено, но, я бы сказал, что вы молодым человеком воспринимаетесь как что-то все-таки менее важное, менее значимое, потому что вдруг, больше и дольше по времени был с молодым человеком, чем вы. Может быть, здесь играло роль еще и то, что, к примеру, женщина-мужчина считается менее значимым, это считается, что женщин может быть много, а друзья, они на всю жизнь, то есть, как бы, после друга это более серьезная трагедия, вот, исходя из такого взгляда на вещи. Вот, то есть, тут, опять же, нужно исследовать, так ли это на самом деле или нет. Для молодого человека, я думаю, что вы можете ответить на этот вопрос лучше, чем мы. Но, тем не менее, тем не менее, и когда вы задаете вот этот вопрос, ааа, что мне думать, что за этим вопросом стоит? Что, вы говорите, что, а, я боюсь навязываться. Так, да, боюсь позвонить, чтобы не навязываться. А что вам сказать можно здесь? Можно сказать только то, что, по-видимому, вы о себе думаете? В большей степени, чем о нем. Потому что, если бы вы думали о нем, вы бы без проблем звонили, поддерживали и так далее. То есть, это такая история, такая ситуация, когда человек нуждается, как раз таки, в определенной поддержке, человек нуждается в том, чтобы его, как раз таки, вырывали постоянно из его состояния. Вот. А чтобы, ну, не оставляли его один на один своими мыслями. Это очень сильно влияет, если у других это действительно был лучше. Это очень сильно влияет на человека, на мужчину, скажем так. Вот. Но вы боитесь навязываться, потому что боитесь, боитесь его оттолкнуть. А вот почему вы боитесь его оттолкнуть? Это, на мой взгляд, очень важный вопрос. То есть, по какой причине, из-за чего, вследствие чего вы боитесь его оттолкнуть? То есть, вы боитесь, что он отбросит? Вы боитесь, что вас остаться одна в чем, в чем сложность, в чем проблема конкретная? Ну, мне кажется, что этот момент вам необходимо для себя признать. То есть, либо вы делаете что-то для него, либо вы поддерживаете его, и тогда это нужно делать в том числе и через силу. То есть, через сопротивление его, либо вы этого не делаете, и тогда, ну и тогда вам действительно не нужно ему звонить, а разобраться в себе и в том, что вы хотите. Совершенно очевидно, что молодой человек, он сейчас не готов вести с вами такие отношения, какие были раньше. Совершенно очевидно, что молодой человек сейчас переживает тяжелое время, и совершенно очевидно, что отдавать вам, так как он отдавал ранее, он не может. Это очевидно, на мой взгляд. Готовы ли вы это принять? Готовы ли вы это безболительно для себя включить в реальность? Да? Это вопрос. Если готовы, хорошо, молодой человек, я уверен, оценит, ну вот, то, что вы будете, именно будете делать. Он это оценит, он это относится к этому с пониманием позже. Вот. Если нет, если вы чувствуете, что у вас появляются страхи какие-то, то здесь, конечно, лучше будет от него отдалиться, разобраться в себе и уже после этого сделать какие-то шаги. Потому что, если в такой ситуации человек почувствует, что вы его, к примеру, пытаетесь поддерживать, но в действительности за вашей поддержкой стоит потребность что-то получить для себя, то его это только отдалит. Вот. Я думаю, что именно поэтому он и отдалился от вас сейчас. Мне почему-то так вот кажется, что именно поэтому он отдалился сейчас. Потому что, понимаете, что вы от него что-то ждёте, что вы хотите, а он этого дать не в силах, и его это гнетёт, и он это вот, он от этого избегает. Он от этого удаляется, самоустраняется. Вот. То есть, понимаете, какая-то штука, вас обвинять в этом как-бы тоже не нужно, потому что то, что вы хотите, это естественно, нужно просто отдавать себе в этом отсчёт и правильно удовлетворять. Вот. Вот. Свои желания. Чтобы они как-то вот не, ну, чтобы они как-то не мешали отношения с мужчиной вашим. Вот, в принципе, такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Очень важно в этой ситуации, да, не поставить на что-то, вы говорите, я переживаю за него. Ну, вот, понимаете, одно дело сочувствовать человеку, сказать своё, быть рядом, поддерживать, это предлагать, да, демонстрировать свою направленность на него, то именно, именно на него, а не на себя. Одно дело. Когда поступаете так. И совсем другая история, когда вы переживаете, то есть боитесь, что-то крутится, жалеете мужчину. Вот. В этом смысле ситуация принимают деструктивный оттенок, деструктивный оборот, деструктивный аспект, потому что в этом случае отношения развиваются по принципу треугольника Гартмана. То есть вот, вы в некотором смысле, в некоторой степени чувствуете себя сейчас жертвой. А не просто так, вы не просто так себя чувствуете жертвой, вы чувствуете себя жертвой, там-то вы действительно в некоторой степени жертвой. Жертва, вот, но нужно понять вследствие чего, в результате чего вы стали жертвой. И когда это началось. Обратите внимание, что вы, Карина, не задаете вопрос. Это просто факты, факты, факты. Ваши чувства, вот, что вы боитесь, а что хотите сделать. Такое ощущение, да, что когда он познакомил вас со своими друзьями-родителями, у вас появились некие такие надежды на продолжение, вполне естественные в этом случае, да, то есть свадьба, там, вот это все. Сейчас это ручится, и для вас, я так полагаю, подчеркиваю, да, я полагаю, не утверждаю, но только предполагаю, что для вас это болезненно, для вас это тяжело. Вот, и вы переживаете фрустрацию, которая принимает формы, в том числе и переживание за него, переживание за молодого человека. То есть если бы, если не эта фрустрация, если бы не было её, ну, вполне вероятно, что вам было бы легче. То есть все-таки это, понимаешь, вдруг погиб. Вот. Звучит, я понимаю, что звучит это цинично, я понимаю, что звучит это не совсем хорошо, не совсем красиво, но, по крайней мере, это честно. И мне кажется, что именно в этом заключается ваш конфликт. То есть мы изменили то, что вы хотите для себя сами, и то, что вы хотите от, к примеру, молодого человека. Тогда вы сможете более искренне, более качественно, более, более, так сказать, спонтанно и более естественно строить отношения. И между вами будет именно та связь, которую каждый из вас заслуживает. А не так, что он чувствует, что вам должен что-то. Вы чувствуете, что это тоже должны. Вроде бы, хотите вы его поддержать, но, значит, боитесь, потому что подсознательно чувствуется, что здесь не только поддержка, да, но и что-то ещё, а это не чистая поддержка. А в ситуациях, в которой оказался молодой человек, это чувствуется очень хорошо, очень легко просчитывается, подобно. Ну вот, и всё это, конечно, может ваше отношение безусловно разрушить. Вот, честно говоря, честно говоря, ну, как бы, если вы дорожите своим мужчиной, да, если вы им дорожите, то такой градус отношений вы уберёте. Уберёте такой градус, что вы исключите для себя. Вот. И, соответственно, всё-таки будете выздоравливать отношения на других принципах, на принципах искренности, спонтанности, естественности, свободы, например, свободы желания, свободы выбора. На этом всё, я желаю вам удачи, я желаю вам терпения, я желаю вам сил для преодоления данной ситуации, непростой ситуации для вас, конечно же. А если у вас остались вопросы дополнительные, обращайтесь в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. А всего вам самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.